Всем привет! Вы на канале Дядя Миша. Сегодня мы будем делать баспурму, на этот раз из говядины. Мы покупаем говядину, лишнее я уже удалил, поотрезал. Из этого мы сделаем колбасу, а из этого мы сделаем баспурму. Для того, чтобы сделать баспурму, мы берем обычную соль каменную, в моем случае едированную, можно взять любую. И сначала делаем подложечку, вот такую, на дне куточка, разминаем комочки. Подложка обязательна, потому что мясо даст сок, соответственно, чем больше подложка из соли, тем лучше будет мясо. Вот, берем наше мясо, прямо вот так вот кладем, и пересыпаем сверху солью. В таком виде она у нас пролежит 2 или 3 дня, это уже не важно, сколько она пролежит, в том плане, что не важно, что 2 или 3, мы потом будем отмачивать 2 или 3 часа. То есть, сутки солим, час отмачиваем. Вот, положили наше мясо, еще раз хорошо пересыпаем, чтобы жидкость из мяса ушла вся в соль. Ну и остатки соли, которые у нас тут остались, мы тоже сюда засыпаем. То есть, наше мясо должно быть полностью сверху, донизу засыпано солью. Сейчас у нас лето, жарко, мясо может испортиться, хотя все равно оно будет стоять в холодильнике, ничего с ним не случится. Мы его сейчас закрываем, чтобы никаких запахов не было лишних в холодильнике. Ставим в холодильник, на 2 дня, ну или на 3, как получится. Так, ну что, друзья, прошло 2 дня, 2 суток точнее. Сейчас мы достанем наше мясо, оно уже засолилось, и положим на 2 часа его отмачивать. Вот, из него вышла вся жидкость, оно потемнело. Это будет наша бастурма, а это будет мятого колбасу. Просто заливаем водой, каждые полчаса будем менять воду, чтобы оно хорошенько отмочилось. Вот в таком виде оно будет у нас стоять и отмачивать. Ну что, наше мясо отмочилось. Сейчас мы сделаем замес с петлей. В прошлый раз меня просили не класть так много красного перца, поэтому будет немножко, одна ложечка. В этот раз я взял азербайджанскую приправу. Здесь соль, кухон, на лук репчатый, сушеный, гранулированный, сахар, перец красный, фабрика, молотый, чабер, майоран, перец душистый, куркума, смин, перец черный, лист лавровый, зелень, петрушки, лука, орегано, сельдерей, сушеная, измельченная морковь, столовая сушеная кусочка. В принципе, можете не заморачиваться, а подойти на вкладки, где продают специи, и просто попросить специи к бастуме, и все. И вот секретный ингредиент новый, новый для меня, это у нас пожитник, он же Чаман. Добавляет запах, вот такой неповторимый, который есть только у бастуми. Уберем, значит, ложку перца, ложку с горкой чамана, он же пожитник, и возьмем, ох, как хорошо пахнет, и возьмем две ложки азербайджанской приправы. Но самое главное, это, конечно же, в данном случае, это пожитник. Очень хорошо заходит, если сюда добавить паприку, ну вот, ее можно много сыпать, она такая, в принципе, страшного ничего не случится. Все, нашу смесь мы замешали, и теперь начинаем обволакивать бастурму с петых. Что нам нужно теперь? Нам нужно сделать так, чтобы эти петли очень хорошо пропитали своим запахом мясо. Поэтому мы берем мясо, заворачиваем, в идеале, конечно, заворачиваем в фердаментную бумагу, которая продается в магазинах, там, где курочки, всякие вот эти вещи. Но ее нет, поэтому мы завернем сейчас в фольгу. это будет ничем не хуже. Мясо наше наберется запаха, как положено. Вот. Все. И кладем его вот так в холодильник на сутки. Вывешивать сушиться будем завтра уже. Вот кладем его просто на полочку в холодильник пропитываться. Так, ну что, друзья, наступил наш звездный час. Дополнительно, чтобы запах сильно не распространялся по холодильнику, я завернул нашу бастурму в кулечек. Вот. Прекрасно пахнет. Что нам нужно? Мы ее сейчас обвяжем веревочкой, потом я ее на крючочек и на балкон вывешу напротив москитной сеточки, чтобы она и проветривалась, и чтобы на нее никакая муха не садилась. Вот. Чтобы все было в порядке. Это уже не принципиально, как она уже будет отдохнуть. Это уже, так сказать, ерунда и мелочи же. Это на вкус никак. не влияет. Вот. Мы ее отказываем. Чтобы потом легче было развязать на баке. Вот. И все. На крючочек и вешать. Сушиться. Сколько она будет сушиться, это уже зависит от погоды, от температуры. от этих вот факторов. Я думаю, где-то недельку она будет сушиться. Ну что, друзья. Вот и наступил этот самый долгожданный момент. Прошла у нас неделя. Сушки нашей бактурмы. Последние... У нас было очень жарко, поэтому последние два дня бактурна лежала в холодильнике. Сейчас мы с вами ее попробуем, что у нас из всего этого дела получилась. Снимаем шнурочек аккуратненько и режем. Оно хорошо засохло. Оу, еее. Класс. Так. И теперь попробуем со срединкой. Самое то, это со срединкой. Аккуратненько отрезаем со срединкой. Ой, красота. Как же она классно режется. Сука. Как она пахнет. И равномерно засохла. Супер, классно. Сейчас попробую подсветить. Что? Область со срединки возьмем. Клево, а именно со срединкой. Пахнет замечательно. Цвет однородный. Наса красная. Супер. Как за вкус. Не соленая. Ну, в смысле, не пересоленная. М-м-м-м. М-м-м. Ребята, делайте бастюрму из говядины и у вас все получится. Оставайтесь на канале Дядя Миша и не пропустите новые видео, которые я обязательно для вас люблю. Пока!